Приветствую вас, и вы знаете, говорить вам о том, правильно вы сделали или нет, я не стану, потому что оценивая действие людей, мы не имеем права. И вы поступили так, как считали нужным, вы поступили так, как хотели, как вам казалось правильно. Только время пока, правы вы были или нет, только время. Но хочу вам сказать другое, хочу вам сказать следующее. Этот друг, который рассказывал вам все про вашего парня, вот и что это за друг, как вы думаете? Просто подумайте на эту тему. Вот друг парня, которому он, то есть ваш парень, много чего рассказывал, который делился с этим другом информацией, переживаниями, там, еще какими-то моментами, да? Вот как вы думаете, этот друг, хороший, достойный человек, что он рассказывал вам, по сути, про своего друга, про вашего парня, и, по сути, дело вредил вас. Вот какие мотивы были у этого человека, у друга, я имею ввиду. И нет ли у вас, не знаю, подогрения какого-то, что этот друг сделал не просто так, вот все. Может быть, этот друг хотел, чтобы вы расстались, и так далее. Дело в том, что, да, переписку сами вы увидели. Но переписка, особенно в компании людей, молодых, не имеет особого значения. Мужчина, почти любой, более молодой, не сможет остановиться, не сможет отказать он в группе или своему другу в том, чтобы не сделать чего-то, если друг этого от него требует. Или просто. Надо понимать, что мужская гордость и мужское сомолюбие здесь проявляются неоднозначно. И может быть, мужчина хотел бы, хотел действительно вас бросить. Может быть, мужчина действительно хотел с вами расстаться, но это его дело. И вы, как я понял, видели только следствие его поступков, следствие его определения. Может быть, друг специально его провоцировал, вы этого не знаете. Равно как вы не знаете и того, правда ли, что какая-то девушка лежала на вашем парне? Вы это знаете только со слов друга. Я еще раз вам хочу сказать, что этот друг, человек, который вмешивается в отношения других людей, который рассказывает то, что ни один друг не расскажет, это явно не очень честный, не очень порядочный человек. И самое страшное, самое страшное, что может быть, это полуправда, которую вы и видели. Вы видели, да, переписку, но что вы видели? Чем она была обусловлена, эта переписка? Небонятно. Видели вы, как мужчина говорил про вас, что это плохое? Видели вы эти моменты? Тоже непонятно. Выброшили его, потому, что потеряли доверие? Да. Вы потеряли доверие. Именно поэтому вы расстались. Но доверие можно вернуть. Если два человека сами решат свои проблемы. Доверие можно вернуть. Непонятно, почему вы прислушивались к третьим лицам. Может быть, этот самый друг как раз таки и спровансировал вашего парня на то, чтобы написать вам «Давай, достань». То есть, понимаете, нужно четко отделять вашу личную жизнь, куда нет доступа никому, кроме вам и вашему партнеру. И третьих лиц, которые вмешиваются, которые, как вы сами говорите, завидуют вам. И вот единственное, что вы, может быть, сделали, даже не то, чтобы неправильно, а опрометчиво, это то, что поверили другу и не поверили любимому человеку. Вот это плохо. Непопытались решить проблему, почему он стал так делать. Непопытались спросить у него. «Ну хорошо, ладно, допустим, ты бросил фотки девочке своей, не скидывал». «Зачем ты это делал? Для чего ты это делал?» «Вы не попытались разрешить проблему?» «Вы не попытались понять молодого человека?» «Вы не попытались выяснить мотивы его?» «Предпочли просто бросить, чего, я полагаю, добивался друг. И если я прав, то друг вашего парня, скорее всего, будет к вам проявляться. Друг вашего парня, а может быть и не будет, может быть, он просто завидовал, или просто не хотел, чтобы ваш парень был с вами. Кто знает, но пока только вы бросили молодого человека из замечательства третьих лиц. И вот это плохо. Это действительно плохо. Понимаете? Поэтому я бы рекомендовал вам к другу больше не прислушиваться. Я бы рекомендовал вам встретиться с твоими парнями еще раз и обсудить с ним серьезно все, что произошло. То есть очень серьезно с ним поговорить. Очень. И узнать у него абсолютно все. Всягнутые его мотивы. То есть вам не нужны по сути дела какие-то факты и еще больше. Вам нужно понять, почему мужчина так себя вел. и потом уже принимать решение относительно того, будете вы с ним или нет. Но если будете, никогда не слушайте третьих лиц. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился самый ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей жизни.